Ваше Преосвященство, дорогой Владыка Даниил, дорогие отцы, братья и сёстры, Христос Воскресе! Очень рад с этим пасхальным приветствием обратиться ко всем собравшимся на первый съезд добровольцев Бишкевской епархии. Замечательное время выбрали вы, дорогие друзья, для вашего съезда, время, когда мы празднуем Светлое Христово Воскресение. И Свет радости этого праздника должен проявляться не только в наших словах, не только внутри храмов во время богослужений, но, конечно же, мы должны являть его нашими добрыми делами всем тем людям, среди которых мы живем. Вы живете в солнечной стране, стране с древними традициями, стране, где живут люди разных национальностей, разные конфессии есть у вас в вашей стране. И, конечно же, живя среди такого многообразия, живя в этой стране солнечной, и вы сами должны всем, кто встречается вам, светить этим отраженным светом Светлого Христового Воскресения. Господь Воскрес и победил всю силу зла. Господь Воскрес и победил смерть. Господь Воскрес и победил всю силу греха. И, живя в этой радости, мы не можем не делиться этой радостью с другими людьми. Во всех странах, на всех континентах, везде есть люди, нуждающиеся в помощи. Как бы ни развивалась человеческая цивилизация, но всегда рождаются люди больные, всегда есть обделенные, всегда есть несправедливость, всегда есть кто-то, кому чего-то не хватает. Есть люди из-за пагубных пристрастий, страдающие от разных зависимостей. Есть люди, которым попущена Богом тяжелая болезнь. Есть семьи, где множество детей или дети-инвалиды создают определенные трудности для родителей, трудно бывает воспитать тех деток. Есть престарелые люди, у которых умели родственники, у которых нет детей, о которых некому позаботиться. И, конечно же, мы не можем жить радостно, не помогая другим. И, конечно же, имея здоровье, имея свободное время, имея силы, мы не можем пользоваться этим только для того, чтобы извлекать из жизни больше удовольствий. И сам Господь говорил своим ученикам, эти слова записал апостол Лука в деяниях апостолов, которые читаться будут сейчас в это время празднования Пасхи, во время Святой Пятидесятницы. И, конечно, радость делиться с другими светом, радостью, делиться с другими тем, что у тебя есть, это, наверное, главная заповедь, которую мы должны исполнять по отношению друг к другу. Что значит любить ближнего? Объяснил это Иоанн Предтеча еще, он говорил, у кого две одежды, дай тому, у кого нет ни одной, так же поступайте из пищи. Так же можно поступать и с нашими силами, у кого-то есть здоровье, у кого-то его нет. Надо поделиться своим здоровьем, не только дать свою кровь, когда в этом нуждаются больные, но и дать свои руки тому, у кого их нет. Дать свои глаза, прочитать что-то тому, у кого нет зрения, дать возможность передвигаться тому, кто не может передвигаться сам. Я очень рад, что в вашей епархии так много добрых людей. Я очень рад, что владыка Даниил благословил проведение этого съезда. Я очень рад, что вы будете этой радость приумножать в вашей епархии, в ваших храмах. И, конечно же, наш синодальный отдел готов в сельских поддерживать все ваши инициативы. Я знаю, что вам помогают из Екатеринбургской епархии люди-добровольцы, которые там давно уже собираются и трудятся. И мы в далекой от вас Москве, в северной Москве, тоже готовы помогать вам в ваших добрых начинаниях. Готовы принимать вас в гости, готовы делиться с вами нашим опытом, готовы помогать вам научиться всяким хитростям, иногда этого непростого служения, помощи больным, нуждающимся, зависимым, помощи детям, помогать инвалидам. Этому тоже надо, наверное, научиться. Я надеюсь, что этот первый съезд будет не просто началом, началом уже положено у вас, а будет таким значимым моментом в развитии дела любви, в развитии милосердия, в развитии социального служения в вашей замечательной епархии. Желаю вам помощи Божьей и прошу ваших молитв и о нас, живущих на севере, где не так много солнца, как у вас, но тоже есть эта пасхальная радость. Христос воскресе! Воистину воскресе! Субтитры создавал DimaTorzok